МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Непревзойдённые рекорды. Неужели они поставлены при помощи допинга? Это всё равно, что объединить мужа в измене, когда нет никаких доказательств того, что он изменял. В чём секрет великих чемпионов прошлого? Оля, почему в женском забеге бежит мужчина? Я говорю, пап, это не мужчина, это Кратахвилова. И почему современные атлеты не могут допрыгнуть до Великого Бубки? Нужно сегодня смотреть в перспективу, а это перспектива 6 метров 40 сантиметров. Страшная судьба русской Рапунцель. Зачем принцесса подиума бросилась с девятого этажа? Это действительно чудовищная жизнь. Это жизнь в состоянии стресса, и не каждая психика может с ней справиться. И преследуют ли фотомодели проклятие блудницы? Я верю во все эти вещи, да. А также русский Титаник и самые таинственные морские катастрофы. Там жуткая трагедия была. Мы несколько дней с Лёвой были пропавшими без вести. Поразительно выглядит сегодня список спортивных рекордов. Многие были установлены десятки лет назад. Уже нет Чехословакии, а самый старый мировой рекорд по бегу до сих пор принадлежит чехословацкой атлетке Ермиле Кратахвиловой. Он датирован 1983 годом. Украинец Сергей Бубко в 1993 году в прыжках с шестом покорил высоту в 6 метров 15 сантиметров. И за 20 лет никто на планете не прыгнул выше. На чем же основаны мировые рекорды? На гениальности спортсменов или тайных технологиях психологов и фармацевтов? Легендарная советская гимнастка Лариса Латынина почти 50 лет держала рекорд по количеству завоеванных олимпийских медалей. Всего их 18. 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Моя заслуга была завоевать эти 18 олимпийских медалей. А все остальное это уже было на совести тех, кто выступал, и на возможности тех, кто выступал на олимпийских играх. Гимнастка с мировым именем прекрасно помнит спортсменов, которые начинали с резкого победоносного старта, и казалось, что за ними будущее. Но неожиданно для всех они так и не оправдывали надежд. Ни тренеров, ни болельщиков. Марк Спитц в плавании. Он завоевал на одной олимпиаде 7 золотых медалей. Но сразу после олимпиады его соблазнили какие-то фирмы. Он бросил олимпийские игры, стал работать на рекламу, еще там на что-то. И прекратил свои занятия. Ермила Кратахвилова в свои 62 года – мировая рекордсменка в беге на 800 метров. Ее достижение 30-летней давности все еще не побито. Произойдет ли это когда-нибудь? Помню, как папа мой, это было давным-давно, смотрел какие-то соревнования и спрашивал меня, Оля, а почему в женском забеге бежит мужчина? Я говорю, папа, это не мужчина, это Кратахвилова. Списки обладателей недостижимых рекордов в основном представители европейских стран. При этом некоторых государств уже нет на политической карте мира. ГДР представлена бегуньей Маритой Кох, а также метателями диска Юргеном Шультом и Габриэлой Райнш. Спортсмены от Советского Союза Галина Чистякова «Прыжки в длину», метатель молота Юрий Седых и толкательница ядра Наталья Лисовская. Некоторые эксперты говорят, почти все недосягаемые рекорды были установлены при помощи ныне запрещенных в спорте веществ. Именно поэтому, когда за атлетов взялось Всемирное антидопинговое агентство, достижения пошли на спад, особенно в дисциплинах, где важны точные результаты сантиметры и секунды. Сегодня Всемирное антидопинговое агентство собирается запретить спортсменам даже сигареты и жевательный табак, которые, казалось бы, не дают никаких преимуществ. Никотин успокаивает, притупляет голод, позволяет сбрасывать вес и активизирует работу нервных центров человека. А вот алкоголь, несмотря на все призывы, допингом не признают. Да, он разогревает кровь, уменьшает боль и даже стимулирует мозговую деятельность. Но спортсменам не помогает. Российский легкоатлет Иван Ухов на Гран-при в Лозанне не смог даже изобразить прыжок в высоту. Канадский спринтер Бен Джонсон и американский велогонщик Лэнс Армстронг. Они вошли в историю спорта, но вовсе не так, как хотели бы. Оба считались лучшими в своих видах, но в одночасье лишились всего. Славы, доброго имени, звания чемпионов. Их уличили в допинге. Сегодня имена победителей и рекордсменов объявляют с оглядкой на заключение экспертов. А что покажут допинг-пробы? Риск, так сказать, лишиться карьеры, риск поломать себе всё и попасть под уголовное приследование с каждым годом только будет возрастать. Это можно приветствовать. Зрители, которые видят атлетов лишь на Олимпиадах и мировых чемпионатах, плохо представляют себе их состояние. Современные спортсмены зажаты всевозможными регламентами и правилами. Их жизнь в буквальном смысле слова проходит под колпаком. Сейчас спортсмен обязан сообщать о своём местоположении постоянно. То есть он не может никуда уехать, не сообщив в организацию антидопинговую. К нему могут приехать домой, в аэропорт, в ресторан, где он бывает. На самом деле так и есть. И заставить его сдать пробу. В спорте наступило время настоящих допинговых войн. Средства массовой информации охотно в них участвуют, регулярно публикуя громкие разоблачения. Обвинить человека в том, что он пользовался допингом, это всё равно, что обвинить мужа в измене, когда нет никаких доказательств того, что он изменял. Вы сначала поймаете, потом докажите, что он вам изменял, если говорить о жене. Ещё 30 лет назад употребление пептидных гормонов считалось естественным. Они помогали быстро восстанавливать повреждённые суставы и выводить спортсменов на пик физической формы. В 85-м году Всемирное антидопинговое агентство запретило их, как и целый ряд других препаратов. Сейчас даже препараты, которые тогда применялись повсеместно, просто нельзя категорически пожизненно. Запрет того же гормона роста привёл к тому, что и тренироваться стали по-другому. Почти во всех видах спорта после допинговых скандалов нововведения. Например, 30 лет назад кто придавал значение растяжке, к примеру? А сегодня без растяжки не делается ни одна тренировка ни физкультурникам, ни спортсменам. Питание. И в этом же ряду стоит и, естественно, фармакология. Причём фармакология не в смысле запрещённая, а вообще работа медиков. Потому что восстановление спортсмена, восстановление организма – это необходимый элемент. На современных спортсменов работают не только лучшие врачи и массажисты. В их распоряжении и последние достижения техники. Как сейчас оборудованы гимнастические залы, это вот в нашем... Даже не то, что не снилось. И мечтать мы не могли, потому что мы даже не представляли себе, что такое возможно. Эти поролоновые ямы, эти батуты, эта видеотехника. Ведь тогда же ничего, даже практически киноаппаратов даже у нас не было в наших залах, для того, чтобы нас отсняли и показали, вот ты здесь допустил ошибку, посмотрел и исполни. Но почему же нет новых рекордов? Как 20 лет назад атлетам удавалось брать такие высоты и показывать такое время, которые не могут покориться сегодняшним спортсменам? Украинец Сергей Бубка настоящий спортивный гений. И это не преувеличение. Так говорят почти все специалисты. Такие люди рождаются, может быть, раз в столетие, а может и раз в 200 лет. Его рекорды были установлены, это проверено абсолютно всеми и доказано без всяких допингов. Они были установлены на силе, на мощи. Результат Бубки в прыжках с шестом 6 метров 15 сантиметров. Это было в 93-м году. Сегодня, спустя 20 лет, к такой высоте никто даже близко не подобрался. У него был очень сильный тренер, на мой взгляд. Виталий Петров, с которым я хорошо знаком, и который в свое время потом тренировал других прыгунов, в частности, Лену Есенбаеву, которая при нем тоже несколько рекордов мира установила. Сергей поднял планку настолько высоко, потому что он был талантлив. Гениальность – это, собственно говоря, божий дар. Встреча тренера с гениальным будущим спортсменом – это божественное проведение, а оно не поддается статистическому учету. Сам Сергей Бубка считает, для новых рекордов спортсменам надо прыгать иначе, то есть менять технику прыжка, а главное – ставить для себя планку выше существующих рекордов. То исполнение, которое сегодня большинство прыгнув делает, значит, они исполняют не так, как требует того сегодняшняя высота, уровень сегодняшних прыжков, потому что нужно сегодня смотреть в перспективу, а это перспектива 6 метров 20, 6 метров 30, 6 метров 40 сантиметров. Постоянные тренировки даже и среднего спортсмена могут сделать лидера. Но вот рекордсменами становятся самые страстные из них. Те, кто между спортом и жизнью ставят знак равенства. Талант включает в себя, ну, грубо говоря, страсть тренировка. Допустим, вот такой знаменитый спортсмен норвежский Бион Даллин, вот многие люди с ним тренируются и говорят, что такое ощущение, что он сложнее не уходит. Утром приходит, он тренируется, вечером уходит, он тренируется, выходит на обед, он тренируется, выходит с обеда, он опять тренируется. То есть, когда он отдыхает, вообще непонятно. Специалисты говорят, спортсмены снизили требования к себе. Никто не хочет долго работать и тренироваться. Все ждут мгновенного результата. Они готовы тренироваться, так как тренировались раньше. Вы вспомните то же самое ЦСКА, когда Виктор Тихонов тренировал. Они домой не уходили, они не уходили домой, они не жены, не детей. Они тренировали целыми днями. Будучи в Москве, они не могли уйти домой. То есть, поэтому они уигрывали олимпиады. Сейчас у нас такой западный подход к этому делу. То есть, они живут дома, у них очень огромные зарплаты, хорошие машины. История спорта хранит имена великих спринтеров и тяжелоатлетов. Но вот как найти новых? Генетически предрасположенные люди, они дети в частности, они видны только в баскетболе. Если человек высокого роста, хорошо сложен, то он может играть в баскетбол. Это вещи очевидные. А есть вещи совсем не очевидные. Проверенный путь к успеху – так называемый количественно-качественный метод подготовки. Когда в команде есть сразу несколько атлетов самой высокой квалификации, вероятность достижений повышается едва ли не в разы. Я выросла в стране, где было очень много талантливых спортсменов, особенно гимнасток. У нас была очень большая скамейка запасных попасть в команду. И попав в команду, порой мы ехали на соревнованиях, мы даже не знали, кто из нас выиграет. Особенно вот три-четыре человека было в команде. Любая могла выиграть. Этот метод использует Китай. Сегодня сверхдержава мирового спорта. Политика, которая была у нас 30-40 лет назад. То есть у них там коммунизм, у них партия сказала, надо, Капсомол ответил, есть. Они, грубо говоря, берут там 500 человек, из них отбирают двоих. И двоих готовят. И готовят довольно жестко. Впрочем, никто не отменял и обычного везения. Фарт. Так называют удачное стечение обстоятельств. Кому-то повезет всего один раз. Зато в нужное время и в нужном месте. Самый классический пример это Бобби Мон. Прыжки в длину 8-90, 68-й год. Там полметра с лишним выиграть у предыдущего рекорда Игоря Террова-Месяна. Все обалдели, он сам не понял. Совпало. Подготовка, талант, среднегорье, разреженность воздуха, поток ветра рваный попал в порыв. Возможно, кое-кому из великих рекордсменов повезло и в другом. Их просто не поймали на допинге. Все-таки ВАДА, антидопинговая организация, которая сейчас контролирует все эти вещи, в то время не была еще той ВАДА, которая есть сейчас. То есть не было такой системного подхода к сдаче допингового проб. Поэтому были возможны такие вещи, как выступления на определенные препараты. Современный рекорд – это настоящий спортивный подвиг. Превзойти величайших атлетов прошлого вряд ли возможно исключительно на фарте. И все-таки у организма есть резервы. И их можно активировать без специальных препаратов. Так говорят ученые. А спортсмены пытаются это доказать. Поднять полтонны, пробежать стометровку за 9 секунд, прыгнуть на 6,5 метров в высоту. Все это спортивная фантастика. Но только пока. Мир меняется, мир идет к прогрессу также и в процессе спорта. есть эволюция в снаряде, в инвентаре, в материалах, которые используются для современных стадионов. Поэтому здесь я считаю, что в основном вся основная причина это в человеке. Сегодня по количеству завоеванных олимпийских медалей Ларису Латынину обогнал американский пловец Майкл Фелпс. У него 22 медали. Однако 9 из них командные. А значит индивидуальный рекорд легендарный советский гимнасткий пока не преодолел никто. Смотрите далее. Чем красавицы платят за минуту славы? Это действительно чудовищная жизнь. Это жизнь в состоянии стресса. И не каждая психика может с ней справиться. И преследуют ли фотомодели проклятие блудницы? Чем более красивая женщина, тем более она как бы порочная. А также катастрофы на воде. Там жуткая трагедия была. Погибло больше 400 людей. Как пароход Армения стал русским Титаником? И почему спаслись лишь 8 человек из 7 тысяч? Судно со всеми приспособлениями для живучести продержало всего 4 минуты на плаву. Это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. 28 июня 2008 года. Мир гламура облетает известие. В Нью-Йорке насмерть разбилась супермодель Руслана Коршунова. Ее загадочная смерть заставила многих еще раз вспомнить о так называемом проклятии блудницы. Считается, что оно грозит каждой девушке, связавшей себя с шоу-бизнесом. Но это словосочетание из лексикона колдунов у здравомыслящего человека может вызвать лишь улыбку. Интересно, а как к этому относятся сами модели? Руслана Коршунова погибла после падения из окна своей нью-йоркской квартиры-студии на девятом этаже. Официальное заключение полиции самоубийство. На тот момент, когда она погибла, я как раз находилась в Нью-Йорке, узнала это от своих знакомых, но, конечно, была в шоке, потому что это была одна из самых красивых фотомоделей, которая, в общем-то, добилась карьерного роста ценой своей собственной жизни. «Русская Рапунцель». Так эту юную модель из Алма-Аты окрестили репортеры гламурных журналов. Она и вправду была похожа на принцессу. Длинные каштановые волосы, необычайная грация в движениях и море обаяния. Этому рекламному ролику больше пяти лет, но его и сейчас хочется пересматривать снова и снова. Героиня ролика девушка с роскошными волосами и есть та самая Руслана Коршунова. Во всем мире ее называли ангелом и русской русалкой. Казалось бы, все есть, ошеломительный успех. В принципе, и до этого она была очень трудоспособная девочка, там, занималась, училась, и потом она стала востребованной, да, ее успех. Но почему одна из самых эффектных моделей планеты так и не дожила до своего двадцать первого дня рождения? И кто еще из богинь подиума может повторить ее судьбу? Даже мне, на самом деле, приходилось, да, вот, все это на себе, вот этот негатив ощущать. Когда не понимаешь, на самом деле, да, вот, что с тобой происходит, потому что вроде бы идешь к врачу, все в порядке, все хорошо, все замечательно, да, а вот ощущение такое, вот, как выжатый лимон. Алена Кровец начала карьеру модели в 16 лет. Работала в Европе и Америке, сотрудничала с ведущими глянцевыми журналами. Не о такой ли карьере мечтают тысячи девушек? Но почему Алена поспешила уйти из этого бизнеса и зачем так часто бывала у экстрасенсов? Чистили, говорили, что вот, как бы, есть определенное влияние. Ну, я верю во все эти вещи, да, и в трагичную смерть Николь Смит, красавица замечательная, тоже, я считаю, что не просто так. Марлин Монро, там тоже, гадали самоубийство, убийство или еще что-то, но я считаю, что это все равно подголоски того, что вот все на себя, да, наши ауры, так скажем, да, вот не может все на самом деле, вот, выдержать. Всем известен журнал Playboy, но мало кто знает, что за 60 лет выхода этого издания около 50 девушек, появлявшихся на его страницах, погибли. Либо они были убиты, либо покончили с собой. Страшный счет открыла Марлин Монро. Она появилась на обложке первого номера и первой ушла из жизни. Норма Джин Мортенсен, так звали ее при рождении. Самая известная блондинка в истории шоу-бизнеса скончалась в возрасте 36 лет от смертельной дозы снотворного. У Марлина Монро действительно была очень такая лобильная психика, подверженная она была влиянию, то есть, насколько я читала. Я сама по знаку близнецы, и она тоже Марлина Монро-близнец. На виду она такие сильные, такие все. А внутри, так же, как и Марлина Монро, она может быть просто вот таким вот маленьким ребенком, которому тоже хочется, чтобы ее защитили там от чего-то такого плохого, негативного. Мэрилин Монро лишь первое и самое громкое имя из черного списка. Он регулярно пополняется. От одного перечисления причин смерти мороз по коже. Анна Николь Смит, секс-символ 90-х, передозировка антидепрессантов. Диана О'Брайен, фотомодель, зарезана в своих апартаментах. Пола Сладевский, модель журнала Playboy, сожжена заживо. Что может связывать эти трагедии? Неужели профессия, которая прославила первых красавиц Европы и Америки? Актерская профессия вообще проклята. Их на кладбищах не хоронили. Их требовали, чтобы они каялись. Не говоря о тех, кто просто демонстрирует свои обнаженные телеса. Что же происходит с теми, кем восхищаются миллионы мужчин и кому завидуют тысячи женщин? С покон веку как бы так получалось, что именно красивые женщины. Их почему-то нарекали такими блудницами, ну, потому что считал, что красота это символ такого порока и непостоянства. То есть, чем более красивая женщина, тем более она как бы порочна. Предания о блудницах и таинственной каре для них встречаются и в Коране, и в древнеиндийской Махабхарате, и в Вавилонской поэме о Гильгимеше, и в книге-книг Библии. Сын блудницы не может войти в общество Господне. И десятое поколение его не может войти в общество Господне. Библия, Ветхий Завет, Второзаконие. Если мы будем брать каких-то великих актрис, то есть, которые до 40-45 лет уходили с этого света, или, например, сожжение ведьмы, например, Вадим Салеме, там погибло же огромное количество, да, женщин. Многих, к сожалению, сожгли просто потому, что они были красивые. Парапсихолог Селена Вамп больше 10 лет имеет дело с тонкими мирами и практической магией. Она утверждает, проклятие блудницы это не просто зловещее словосочетание. Оно действительно существует. Женщины, которые прокляты именно этим проклятием, несут на себе клеймо травмы или клеймо печали на всю оставшуюся жизнь. Разрушение семьи, туда входят какие-то неудачи личного плана, туда входят в том числе разные маньяки, мужчины, которые попадаются на пути таких женщин. Разумеется, существует и другая версия, объединяющая все эти трагедии. В ней главную роль играет не мистика, а психология. Фактрисы, манекенщицы, вот такие на конкурсы красоты идут женщины, девушки определенного психотипа. это истероидный или демонстративный психотип. Мир моделей, он действительно очень жесток. Это только с виду такая красивая картинка, когда все ходят на подиуме, восхищение, самые лучшие богатые мужчины, комплименты, а на самом деле это действительно чудовищная жизнь, это жизнь в состоянии стресса, и не каждая психика может с ней справиться. Но далеко не все верят историям о тяжелой судьбе дружениц подиума. Зато многие наслышаны о безумных вечеринках и развратном образе жизни гламурных королев. Сами модели не спорят, что есть, то есть. Тусовки, следовательно, чрезмерное употребление алкоголя каждый день буквально, съемки на следующий день, это следовательно надо выпить снотворное, чтобы те же 4 часа поспать, это же тоже вся химия вредная. Руслане Коршуновой многие завидовали. За 3 года никому неизвестная девушка из Казахстана сумела стать лицом сразу нескольких крупнейших косметических брендов. 7,5 тысяч долларов. Именно столько восходящая звезда получала за один день работы. Это не считая гонораров за рекламные ролики. Но все это на публике. А что за пределами подиума? Постоянная конкуренция, постоянная борьба, постоянная диета, постоянное недосыпание, бессонница, потому что когда ты практически ничего не ешь, ты боишься поправиться на каждый килограмм, то, конечно же, человек просто ломается, не каждый может это выдержать. Эти женщины творческих профессий, которые сделали ставку на свою внешность или молодость, они всегда терпят в результате крах. Потому что и рядом с ними оказываются не те мужчины, которые будут любить ее душу, ее интеллект и так далее. Вот от этого такие происходят трагедии в жизни этих женщин. Личная жизнь у модели действительно не клеилась. У девушки был молодой человек, Артем Перчонок. Они даже планировали свадьбу. Но в январе 2008 года пара рассталась. Судя по всему, для Руслана это стало серьезным ударом. 18 марта 2008 года. Это больно, если тебя кто-то разлюбил, а ты продолжаешь любить. Из интернет-блога Русланы Коршуновой. Руслана часто бывала в социальных сетях. Своему блогу доверяла больше, чем окружающим людям. Близких друзей у нее не было. Люди из мира гламура говорят, слово дружба в среде моделей вообще не существует. Туфли и вещи воруют, и купальники рвут, и между собой девушки уже каждый хочет быть первой. Я вообще очень тонко на тонком уровне чувствую отношения. То есть когда только начинала путь в модельном бизнесе и очень четко ощущала зависливые взгляды, зависливые разговоры до меня доносились, что вот там у нее например машина новая появилась или там почему-то ей этот контракт дали, а не другой девочке. Наверное она что-то с продюсером или с агентом. После расставания с бывшим женихом в личной жизни Русланы все изменилось. Начался период бурных и скоротечных романов с разными мужчинами. В ее жизни за полгода были и банкир, и торговец автомобилями, и менеджер тренингового психологического центра. Тем временем записи в блоге становились все более мрачными. Я заходила на страничку в ее социальных сетях и все ее высказывания были, что они реально были суицидны и на психологии видно, что человек уже был на грани. Что же случилось в апартаментах модели на девятом этаже Манхэттенской высотки? Руслана погибла 28 июня в 14.30 по Нью-Йоркскому времени. Полиция практически сразу посчитала основной версию о самоубийстве. И вполне обоснованно в квартире не было следов борьбы. Да и судя по записям в социальных сетях девушка вполне могла покончить с собой из-за несчастной любви. Не исключено, что свою роль сыграли какие-либо препараты. В квартире модели полицейские обнаружили несколько упаковок антидепрессантов и транквилизаторов. В этот момент, когда ты может напилась там допустим что-нибудь ну всякое может быть то есть можно гадать просто вот в эти моменты это и есть как раз пороки искусители которые подбираются подбираются к успешному человеку чтобы сломать его а может быть ну отвезти его то есть вот как-то так я думаю просто это был неудачный день в течение рокового обстоятельства всех происшествий вместе. Предсмертной записки в квартире не было найдено. Кроме того полиция посчитала несущественной еще одну деталь. А вот многим очевидцам она как раз показалась важной. Мы ездили на Махеттан к этому дому чтобы посмотреть действительно на этот балкон откуда она сбросилась со знакомыми которые достаточно хорошо и знали и первое что поразило глаза это балкон он был обвешан черной сеткой потому что велись ремонтные работы. Прочная сетка была натянута чуть выше уровня восьмого этажа. Она наверняка спасла бы девушку. окна Русланы находились всего в метре но в одном месте сетка оказалась аккуратно разрезана. Могла ли Руслана так расчетливо подготовиться к самоубийству? Что же это было на самом деле? Суицид? Несчастный случай? Или может быть убийство? Теперь уже никто не будет разбираться. А Руслана заняла еще одну строчку в том самом черном списке погибших моделей. Когда человек погибает сразу очень много версий потому что действительно может быть все что угодно но я считаю что все-таки я сама работала в этом мире что действительно очень много среди модельного бизнеса суицидных наклонений. Когда в Америке работала по своей близкой подруге тоже там не очень такая приятная история была. Ее бросил ее бойфренд потом у нее по работе очень большие тоже там козни соперников соперниц добыли и тоже она там пыталась и вены себе резать и лечилась в неврологическом диспансере. Так может быть все это отголоски того самого проклятия? Неужели с ним не справиться? Парапсихолог Селена Вамп говорит все не так фатально да и вообще одно дело древнее предание и совсем другое современная жизнь. Если рядом оказался вовремя человек который видящий чувствующий и который подметил что-то не то но не стал нагнетать атмосферу и пугать этого человека а который как раз занялся тем чтобы помочь выйти вот из этого замкнутого круга тогда этому человеку повезет. Еще одна любопытная информация авторы исследования опубликованного в американском журнале эпидемиологи выяснили что женщины с силиконовыми имплантатами в груди в три раза чаще сводят счеты с жизнью чем остальные люди причины остаются неясными но если учесть что едва ли не каждая вторая современная фотомодель ложится под нож хирурга можно сделать вывод это и есть та самая красота которая требует жертв смотрите далее пароход Армения как он стал русским Титаником взрыв был потрясающий буквально корпус разломился кто засекретил правду о морском крушении века из центрального архива военно-морского флота было изъято дело посвященное гибели парохода Армения и почему Владимир Винокур не сел на роковой рейс мы несколько дней с Львой были пропавшими без вести это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев мы продолжаем весь мир знает о крушении Титаника и многие считают трагедию в Атлантическом океане самой загадочной из морских катастроф но это не так 7 ноября 1941 года затонул советский плавучий госпиталь Армения погибло почти в 5 раз больше людей чем на Титанике эта трагедия и сегодня окутана тайной почему судно с красным крестом на борту было атаковано что перевозила Армения как так случилось что спаслись всего 8 человек и почему корабль до сих пор не найден 7 ноября 1941 года день знаменитого военного парада на Красной площади в тот же день на Черном море произошла самая загадочная и трагическая катастрофа советского морского флота санитарное судно Армения утонуло в нескольких километрах от берега и унесло с собой на дно почти 7 тысяч человек но почему об этом почти ничего неизвестно из архива центрального архива военно-морских морского флота было изъято дело посвященное гибели парохода Армения это тоже не случайно потому что кому-то очень хотелось чтобы не помнили об этом чтобы не говорили и главное не знали пассажирское судно Армения было спущено на воду в ноябре 1928 года водоизмещение 6000 тонн пароход Армения входил в пятерку лучших пассажирских судов Черного моря такие лайнеры осушали пассажирские рейсы от Батуми до Одессы с началом войны Армению переоборудовали в санитарно-транспортное судно рестораны превратили в операционные и перевязочные курительный салон в аптеку в каютах установили дополнительные подвесные койки при эвакуации Севастополя сделали казалось бы невозможное на судно загрузили 25 госпиталей и это были не только пациенты но и врачи и даже медицинское оборудование Армения уходила из порта перегруженной раненых было очень много и поток их измерялся тысячами и вместе с ранеными естественно на борт судна Армении уходили и опытные медики люди полевые хирурги у которых уже был серьезный опыт таких операций в военных условиях то есть это была можно сказать военно-медицинская элита капитан судна Владимир Плаушевский получил приказ идти в Туапсе а чуть позже ему пришла секретная радиограмма следовать в Ялту но прежде необходимо встать на рейде в Балаклаве чтобы принять таинственный груз люди в форме НКВД погрузили какие-то продолговатые ящики на борт то есть потеряно несколько часов что было в этих ящиках до сих пор никто не знает что же грузили сотрудники НКВД на корабль который стоял на рейде вполне убедительно звучит версия о секретных документах там грузили на самом деле очень ценные ящики но в ящиках были не сокровища в ящиках были документы в ящиках была вся документация об партизанском движении о базах партизан об оставляемой агентуре такие документы нельзя было ни уничтожить ни оставить врагам а значит их надо было вывести любой ценой другой вопрос почему командование Красной Армии не сделало этого раньше неужели надеялись что немцы просто не дойдут до Крыма другая версия на Армении могли вывозить культурные ценности уникальные картины русских художников которые демонстрировались в Крыму из Ленинграда была доставлена целая коллекция выставка была развернута в Алупскевском дворце там были уникальные совершенно вещи и Врубеля и Айвазовского и Левитана и Репина и все эти картины исчезли без следа и до сих пор не могут найти есть еще одна версия сугубо военная на Армении могли перевозить какое-то секретное оружие которое было способно решить исход войны всего за несколько дней все что удалось разобрать на части старались вывести но некоторые опытные образцы все таки достались немцам как трофеи к сожалению было брошено и оставлено немцев в Севастополе это вот миниатюрные подводные лодки к сожалению их не удалось вывезти не взорвать вот они достались немцам приняв на борт секретный груз Армения проследовала по первоначальному маршруту в Ялту там уже ждали корабль и считали его спасительным шансом перед неминуемой оккупацией все стремились попасть на борт никто тогда не подозревал что Армения выходит в свой последний рейс это были последний корабль который уходил из Ялты потому что немцы уже находились практически на головах они уже находились на Айпетре и собственно судно погибло потому что немцы просто видели как это судно выходило то есть наблюдательные посты немецкие они находились уже буквально вот над Ялтой Армения вышла в море в 8 утра через 2,5 часа немцы атаковали судно с воздуха современный по тому времени лайнер судно со всеми приспособлениями для живучести продержало всего 4 минуты на плаву это просто невероятно это значит что в Армению попала не одна торпеда а несколько торпед только при таком условии она могла вот так вот быстро и скоротечно затонуть по немногочисленным воспоминаниям очевидцев Армения взорвалась после попадания торпеды этот факт лишь подтверждает в Триумах перевозили какие-то боеприпасы возможно взорвались те самые таинственные деревянные ящики которые сотрудники НКВД грузили на рейде в Балаклаве взрыв был значит потрясающий буквально корпус разломился от одной торпеды такого взрыва просто быть не могло была явная детонация это по воспоминаниям офицеров морских охотников которые находились рядом в том числе такой лейтенант Яковлев который оставил воспоминания всего за несколько часов до этого взрыва Армению считали спасительным шансом теперь она стала братской могилой для нескольких тысяч человек битком набитое судно люди стояли вплотную а главное то что раненые многие не могли даже выбраться из каюты они уходили под воду на своих койках и многие же пассажиры набились под палубу в машинное отделение в технические всякие помещения оттуда вообще не было никаких шансов выбраться много лет крупнейшая морская катастрофа находилась под грифом секретно никаких следов и зацепок ни одного официального комментария и вот с той поры с 7 ноября 41 года дата тоже такая сакральная торжественная большевистская а в Армении забыли приказали забыть кто-то изъял дело о гибели Армении по имеющимся данным из 7 тысяч бывших на борту тонущего корабля спаслись всего 8 человек кто эти люди что с ними стало как сложились их судьбы неизвестно до сих пор а ведь со дня гибели Армении прошло более 70 лет известного артиста Владимира Винокура вполне можно назвать счастливчиком он был среди пассажиров парохода адмирал Нахимов того самого лайнера который в августе 1986 года столкнулся с другим судном и затонул погибли 423 человека ну российские были концерты на большом стадионе и в этих концертах участвовал Лев Лещенко и я был конференцер который объявил на стадионе что сегодня на Нахимов садятся два известных человека два друга Лещенко и Винокур и идут на Сочи Винокура спасло то что Лещенко неожиданно вызвали на какой-то концерт я не сел на корабль хотя у меня там зафрактован был хороший апартамент то есть каюта люкс все и я решил утром с коллективом на морском трамвайчике мои земляки из Курска там были пригласили на шашлык вечером и я согласился и ночью мы узнали вот про эту трагедию так мы несколько дней с Левой были пропавшими без вести вернемся к пароходу Армения кроме причин сильнейшего взрыва долго оставалась неразгаданной еще одна тайна погибшего корабля почему немцы атаковали санитарное судно на нем четко просматривались красные кресты и только сегодня специалисты могут дать этому объяснение скорее всего командование Черноморского флота по-своему попыталось защитить Армению в конечном итоге это и сыграло роковую роль ее якобы сопровождало три катера и несколько самолетов и 153 для прикрытия воздушного то есть в таком плане если она действительно вышла вот так в сопровождении с таким конвоем то это снимает с нее статус санитарного судна и немцы имели право так сказать ее уничтожить одни эксперты предполагают а другие утверждают Армения была вооружена так вот на всех повторяю этих судах типа Армения поставили стандартное вооружение 4 45 миллиметровых пушки и 4 крупнокалиберных пулемета ДШК везде и в том числе на Армении ну и соответственно в команду ввели расчеты зенитчиков многое можно было бы прояснить если бы судно удалось поднять со дна Черного моря кладоискатели водолазы дайверы уже два десятилетия ищут Армению пока безрезультатно обычными средствами поисковыми его нельзя обнаружить я считаю что он находится корабль где-то на глубинах от 600 до 800 метров как бы из анализа опять же мы искали на глубинах на которых можно было бы достать техническому либо же профессиональному дайверу то есть это глубины до 200 метров а на этой глубине мы не нашли в 2002 году во время одного из совместных российско-украинских погружений дайверы ликовали им казалось что они нашли Армению эхолот показал размеры обнаруженного судна совпадали с техническими характеристиками парохода потом когда мы туда нырнули стало понятно и после нас ребята туда ныряли и когда уже нормально идентифицировали судно нашли название судно это оказалось не Армения дайверы нашли транспортный теплоход товарищ который тоже был потоплен во время второй мировой войны точных же координат Армении нет ни у кого по тем координатам которые официально были как сказать находились в документах ее не оказалось и найти ее там не смогли до сегодняшнего дня она якобы находилась должна бы находиться на расстоянии от берега около 40 чем-то километров эксперты считают координаты были либо утеряны либо специально засекречены обычно это должен делать штурм он записывается в автинный журнал здесь никаких документов ни очевидцев но только летчики могли приблизительно немецкие которые потопили знать что в этой точке погибла Армения но после войны тем исследователям которые пытались найти этот корабль даже не после войны а в 90-е годы выдавали фальшивые ложные координаты этого корабля в мае 2006 года в Крыму работал исследователь океана Роберт Баллард именно он в свое время нашел на дне Атлантики обломки знаменитого Титаника однако к поисковым экспедициям американца местные историки и дайверы отнеслись весьма скептически а у Балларда другие задачи вообще его экспедиции были то есть которые пришли мало были связаны именно с поиском Армении и вообще какие-то археологические ключи штабный сотрудник ЦРУ его задачи были совершенно понятны что он здесь сделал не исключено что американцы установили гидрофоны то есть устройства для обнаружения подводных водок российских или там даже украинских Армению в пору назвать черноморским кораблем-призраком так долго и безуспешно идут его поиски но совсем скоро в этой истории возможно будет поставлена точка теперь это дело техники современные возможности поисковых кораблей позволяют досконально изучить предполагаемый район затопления Армении единственное что может помешать поискам их сумасшедшая стоимость тот же Роберт Баллард в 2006 году потратил на поиски погибшего корабля 2,5 миллиона долларов сколько будет стоить следующая экспедиция и даст ли она ответы на загадки Армении пока не знаю и никто не знает это было агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев увидимся в следующем году Вячеслав Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok